Одну за безопасность, одну за зараженность и одну за добровольность. Итак, переходим к BDSM-эстетике. Несложно заметить, что не менее 88% экранного взаимодействия между персонажами фильма построено по сценарию DS. Dominance and Submission. Доминирование и подчинение. При этом разбирающимся людям очевидно, что на первый взгляд неказистая ебанаша Кёрсти прибывает вообще тупо в перманентном сабспейсе. Остается только позавидовать. BDSM-эстетикой фильм буквально сочится. Причем это относится как к достаточно деликатным и пронизанным специфическим холлрейзерским эротизмом актом между Фрэнком и Джулией, так и к многочисленным взаимодействиям Джулии с простым людям и сценам с участием всенабитов. Вот тут уж прямо бир духа. Обильнейшие кровопускания. Подвешивание, раздравливание, свежевание, раздирание ключи. Все то, за что мы так любим BDSM. Неправда. В связи с этим вспоминается тоже анекдот. Мазохист просит садиста. Ну пожалуйста, сломай мне руку. А садист ему. Нет, не сломаю. Кому-то накидывай. Интересный момент, что фетиш Джулии, оральное взаимодействие с пальцами рук партнера, один из сценабитов в принудительном порядке навязывает Керсти. Иными словами, после успешного вызывания запихивайте ей в глотку руку. То ли актер, игравший этого сценабита, столь глубоко вошел в роль. То ли актриса Эшли Лоуренс оказалась просто последнейшим для современной женщины, неподготовленной к подобной сцене. Но по ее воспоминаниям, на первом дубле имело место достаточно обильное и непроизвольное отделение рвотных масс. Отдельного упоминания заслуживают облачения сенабитов. По признанию самого режиссера, все идеи костюмов подсмотрены в BDSM-клубах. В BDSM-клубах, за вседателем которых Клайв Баркер является и по сей день. Также неверным было бы обойти вниманием тот медицинский факт, что Клайв Баркер является гомосексуалистом и живет с афроамериканцем, выполняя роль жены Бонова. На этой позитивнейшей ноте перейдем к оккультной составляющей в кинокартине. Понятно, что разделение такого целостного феномена, как Hellraiser на BDSM-оккультизм, носит весьма условный характер, но мы все же его будем придерживаться для удобства. Окультная составляющая в кинокартине столь отширна, что об этом можно говорить буквально вечно. Но сказанное, на мой взгляд, и так более чем достаточно, поэтому ограничимся несколькими крупными мазками. Я начал нашу сегодняшнюю лекцию с обращения братья и сестры Синопиты. Синопиты — это жрецы, обитающие в Атме. Люди, переродившиеся демонами, с потерей памяти и вечным желанием творить зло, и не помнящие ничего из своей людской жизни. Более нейтральное значение этого слова — монахи, совместно отправляющие культ. Но лучше всего процитировать самоопределение Синопитов из Хеллрейзера. «Explorers in the further regions of experience. Demons to sun, angels to fathers». Исследователи запредельного. Демоны для одних, ангелы для других. И я обещаю молиться каждую ночь, чтобы это мое первоначальное обращение когда-нибудь превратилось в абсолютную истину во всех смыслах. «Красной нитью» через фильм проходит тематика необходимости кровавой жертвы для воплощения сил за пределами. Будь то проритие крови, либо полноценные жертвы для воплощения, в том числе многократные и по идеальной схеме, скажем так. Немного о шкатулке-головоломке, которая служит в протаге в ад. Шкатулка Лешармана. Конфигурация плача. Леймен конфигурация. По моему убеждению, собирание этой головоломки дождественно на работе с бессознательным. В книге Клайва Баркера, по которой, собственно, снят фильм, Фрэнк для успешного собирания головоломки припас в ритуальной комнате ведро своей мочи и кучу отрезанных глубинных голов. Интуитивно, на всякий случай. В фильм, к сожалению, данная деталь не вошла. И, конечно же, для того, чтобы собрать головоломку, нужно страстно, пусть и не осознавая того, жаждать запредельного опыта. Как гласит старая продугайская пословица, «А Амар и Аризар нинквен поди абригар» «Любить и молиться никто не может заставить». В завершении пару слов о нюансах съемочного процесса забавны. В сцене, где Фрэнк смачно разрезает крысу при попытке добродушного простака Ларри заняться сексом со своей женой Джулией, крыса ненастоящая. И это визуально подчеркнуто, дабы избежать наездов со стороны зоозащитных организаций. А вот опарыши, обильно копошащиеся в гниющие животные и человеческой плоти, настоящие. Актриса Эшли Лоуренс, сыгравшая роль Кёрстя, до сих пор с неподдельнейшей теплотой вспоминает сцену, во время которой опарыши попали ей в рот и декольте. Что ж, совсем в завершении нашей сегодняшней лекции, если это можно так назвать, повторю слова Турхеда, успевшие уже стать для многих пророческими. «We have eternity to know your flesh». «Flesh, flesh, flesh». Дилей, делей. Небольшая реклама. Господин А, который сейчас, все-таки убежали, господин А, который сейчас прислал лекцию, также широко известный в узких кругах, блажментарист и дотащил немножко своих исков и винила на продажу. «Покупайте». «Покупайте». «Живопись». «Пискупитесь». «Икобот-крепот». «Типа того, да». «Да, конечно.